В студии с новостями Сергей Богатнов. Здравствуйте, дорогие друзья. В этом выпуске. 1 сентября в школах Пушкинского района начнут учиться 2350 первоклашек. Координационный совет по делам инвалидов обсудил создание доступной среды в образовательных учреждениях нашего района. В ближайший понедельник во всех школах Московской области пройдет экологический урок, посвященный сортировке отходов. 3 сентября в деревне Мураново в парке погибших детей Беслана состоится памятная акция, посвященная 14-й годовщине бесланской трагедии. Далее подробности. На коллегии при главе района обсудили готовность школ к новому учебному году. Школьников в этом году ожидается 20 177 человек, что на тысячу больше, чем годом ранее. В первые классы 1 сентября придут 2350 детишек. Кстати, в начальной школе с этого года обучение будет только в режиме пятидневки. Вторая смена пока останется в семи образовательных учреждениях района. Это пушкинские школы 1, 2, 3, 6, 8 и 9, а также Ашукинская школа. Но после того, как в октябре введут в эксплуатацию пристройку к школе номер один города Пушкина, образовательный процесс там будет организован в одну смену. Снижение числа обучающихся во вторую смену произойдет и вследствие открытия нового здания школы номер один на улице Просвещения в микрорайоне Новая Пушкина. Состоялось заседание Координационного совета Пушкинского района по делам инвалидов. Представитель управления КАП «Строительство» рассказал, что в рамках программы «Доступная среда» общественные территории сейчас оборудуют тактильной плиткой. Идет ремонт входных групп и установка пандусов в учреждениях. Всего же в плане на нынешний год семь объектов. Тактильная плитка в парке культуры города Пушкина должна быть уложена до 1 октября. Однако новая желтая плитка для слабовидящих после укладки пошла трещинами. На место выйдет специальная комиссия, чтобы выяснить причины. Также на заседании обсудили отсутствие съездов, пандусов и поручней для инвалидов. В частности, в большинстве школ ученик на инвалидной коляске не может подняться выше первого этажа. Нет лифта или подъемника. «Нужно учесть эти вопросы при формировании программы «Доступная среда» на следующие годы, заложить на это средства и оборудовать в школах сразу несколько точек доступа для учащихся с ограничениями по здоровью», отметил глава района Сергей Гребенеченко. 3 сентября во всех школах Московской области пройдет единый экологический урок, посвященный сортировке отходов. Об этом сообщило Министерство образования Подмосковья. Причем экологический урок впервые проведут во всех классах с 1 по 11. Акцент будет сделан на раздельный сбор отходов. На уроке ученикам расскажут, как разделять мусор и покажут на практике. Минобразование Московской области также сообщает, что в новом учебном году школьников ждет целая программа, состоящая из различных акций и классных часов, посвященных проблеме сортировки мусора. Каждый классный руководитель должен провести не менее четырех уроков, посвященных раздельному сбору отходов. 3 сентября в деревне Мураново в парке погибших детей Беслана на Святом Источнике пройдет памятная антитеррористическая акция, посвященная 14-й годовщине трагедии в Беслане. В акции примут участие школьники, военнослужащие, ветераны боевых действий. Начало в 12 часов. Будет совершена панихида по жертвам бесланской трагедии. Пройдут минуты молчания и возложения цветов к мемориалу погибших в Беслане. Во время акции будет работать полевая кухня. Приглашаются все желающие. Напомню, теракт в Беслане произошел 1 сентября 2004 года во время проведения праздничной линейки в школе номер один. Два с половиной дня террористы удерживали в заминированном здании 1128 заложников. Большинство были освобождены в ходе штурма, но 314 заложников погибли. Из них 186 детей. Вы слушали новости Пушкинского радио. Наша программа продолжается. Сейчас расскажу еще об одной интересной новости, об одном событии, которое произошло буквально вот только что 30 августа. В ДК Пушкина прошла традиционная благотворительная акция под названием «Соберем детей в школу». 69 семей, в которых воспитывается 4 и более детей, при этом трое из них школьники, получили подарочные сертификаты на 2000 рублей на покупку одежды, обуви, концтоваров, ну и других товаров в магазинах сети «Детский мир». Организовали акцию Пушкинский фонд местного развития, глава района Сергей Гребенеченко и гипермаркет «Глобус». Глава поздравил всех школьников и родителей с началом учебного года, пожелал успехов, здоровья, новых открытий и хороших оценок. Встреча стала настоящим праздником с концертом и угощением для детей. Своими впечатлениями поделилась одна из многодетных мам. Ступницкая Елизавета Егоровна, многодетная мама, мама пятерых детей. Нам дали 4 сертификата, потому что четверо детей у меня школьники. Вы уже получали в прошлые годы подобную помощь от нашего Пушкинского района? Да, мы получали подобную помощь, были очень благодарны, как бы решили свои проблемы, которые не могли решить именно по финансам, то есть купили необходимое в школе. На этой карточке сейчас 2 тысячи на каждого ребенка. Да, на каждого ребенка. Какие покупки к школе планируете сделать? Ну, например, для младшей дочери я хочу купить спортивный костюм, как бы мы его пока еще не нашли, ну, как бы в планах. Вот, для Толика, значит, обувь, школьную обувь, такую, которую было бы ему комфортно носить, то есть закрытые сандалии. Вот. Для Степана тоже планируется покупка спортивного костюма, вот. А Саше, он в 11 классе, я решила отдать ему этот сертификат, как бы он сам что-то выберет. У вас сегодня такой радостный день, а вас не забыли и помогли. А что вы здесь вот еще, кроме этих подарочных карт, получили в эмоциональном плане? Ой, я так благодарна, что нас пригласила администрация. Во-первых, я встретила всех своих мамочек многодетных, подружек, я с ними приятно пообщалась. Мы как бы вспоминали раньше наши встречи, совместные мероприятия. Также я рада своих детей, дети встретили своих также друзей, с которыми они были в детском саду, на кружках, на секциях. Вот. И этот праздник, как бы, он очень мне важен, потому что эта общность, она как бы нужна. Вот в этой общности для нас сила многодетных мам. Было очень приятно увидеть, что у нас так много многодетных мам, и они настолько ухоженные, настолько они высоко несут свое звание. Дети очень нарядные, все воспитанные. Ну, тоже вот хочется это отметить. Вы заметили это? Да, я заметила. Ну, потому что, во-первых, сейчас конец августа, и все мамочки и дети, все отдохнувшие, то есть, как бы, все с отпусков, с дач приехали. Вот. Так получилось, что сейчас, как бы, Бог благословил погоду, и что жарко, как лето, да, это тоже немаловажно. Вот. Еще мы, как бы, не окунулись в школу, как бы, в это, и у нас, как бы, ну, последние такие деньки отдыха, поэтому такое хорошее настроение. Елизавета, как Вы считаете, нужен какой-то клуб многодетных мам в Пушкинском районе, где они могли бы собираться? Какое-то помещение, актив, чтобы они обменивались там своим жизненным опытом, может быть, даже какими-то вещами, игрушками дарили друг другу? Ну, да, я считаю, что обязательно нужен такой клуб, потому что часто мамочки у нас не работают, находятся дома, и им в домашней атмосфере не всегда легко. И, как бы, этот клуб, я думаю, что он еще поможет тем, ну, помимо, там, вещей, да, или каких-то материальных нужд, что мы друг другу помогаем, дополняем, еще вот именно общение. Может, кому-то, кто-то что-то пережил, или какие-то проблемы, например, с детьми в школах, да, и нужна обязательно поддержка, как бы, и вот мы друг друга поддерживая, да, мы, как бы, себе поможем, мы поможем другим мамочкам. От кого это зависит, помещение и все это организовать? Ну, конечно, это зависит от нашей администрации, но мы должны, как бы, все равно делать акцент, мы должны простить, мы должны говорить об этом, о том, что, как бы, это нам нужно, это для нас важно. Поздравляем вас с началом учебного года, чтобы дети вас только радовали, и чтобы еще кто-то помогал многодетным мамам и папам и детям в нашем районе. Спасибо за заботу, за внимание, благодарю. Это был репортаж с благотворительной акцией «Соберем детей в школу». Она прошла 30 августа в ДК Пушкина. В сентябре в Пушкинском районе будут отмечаться много юбилейных и памятных дат. Сегодня директор Межпоселенческой библиотеки Пушкинского района Наталья Трифонова предлагает вашему вниманию вспомнить о самых важных памятных датах сентября. 1 сентября мы празднуем юбилеи наших пушкинских школ. 35 лет исполняется Пушкинской средней школе номер 8. 80 лет Пушкинской средней школе номер 3. 120 лет Ельдигинской средней школе. 120 лет Звягинской средней школе. И 130 лет Братовщинской средней школе. 9 сентября, 190 лет, со дня рождения Льва Николаевича Толстого. Великий русский писатель. Посетил братовщину во время поездки в Сергиев Посад. Посетил Вознесенскую мануфактуру. Гостил у Урусова, спас Старбеева, в 1889 году. 9 сентября, 100 лет, со дня рождения Бориса Владимировича Захадера, поэта. Постоянно жил в деревне Комаровки с 1966 года. 21 сентября, 190 лет, со дня рождения Николая Васильевича Никитина, архитектора, автора проекта Церкви Святого Духа и реставрации колокольни Никольской Церкви в 1884 году в Пушкино. 22 сентября, 410 лет, со дня сражения московских ратников с польско-литовскими захватчиками у села Рахманово. В память об этом событии установлен памятник в виде креста на Каменной Голгофе в 2012 году. 27 сентября, 30 лет, со дня сформирования 21-й отдельной бригады оперативного назначения Центрального регионального командования войск Национальной Гвардии Российской Федерации. Место постоянной кислокации соединения городское поселение Софрино. Директор Межпоселенческой библиотеки Пушкинского района Наталья Трифонова познакомила вас с юбилейными датами сентября. Уважаемые слушатели, 1 сентября это не только день знаний. Во всяком случае для жителей Ивантеевки. Именно в эту дату, в этом году отмечается день города Ивантеевки. И сейчас я познакомлю вас с праздничной программой. Утром с 9 утра, конечно же, во всех школах пройдут торжественные линейки, поскольку начало учебного года. А далее начнутся праздничные мероприятия. На Первомайской площади с 10 до 22 часов будут проходить ярмарка, будут работать аттракционы, научные шоу, а также будут анимации, аквагрим и так далее. С 14 до 22 часов на Первомайской площади пройдет большой праздничный концерт с участием и местных коллективов города, и профессиональных артистов. Также будет дефиле театра МОД. С 18 до 19 часов будет торжественная часть и церемония награждений. Все это на Первомайской площади. В городском парке культуры Ивантеевки в 15 часов начнется молодежная программа с квестами, с игротекой, а в 21 час вечером там пройдет молодежная дискотека. На Пешеходной улице или, как и называют, Арт-улица, то есть улица Дзержинского, с 10 до 17 будут проходить презентации, мастер-классы творческих и спортивных коллективов города, ну а также ярмарка ремесел. В сквере КДЦ Первомайский днем с 12 до 19 часов будет праздничная концертная программа. Также в День города Ивантеевки будет и большой спортивный праздник. Мероприятия пройдут практически во всех спортучреждениях города Ивантеевки. Это дворец спорта Олимп, спортивный зал Фубры, ледовый комплекс Лидер, ну и также, конечно, стадион Труд. Завершится День города Ивантеевки в 22 часа праздничным салютом. Уважаемые ивантеевцы, а также и пушкинцы тоже, приходите, приезжайте на праздник. День города Ивантеевки обещает быть очень интересным и насыщенным. Вас приглашает Пушкинский клуб городского романса. Как вы знаете, каждое воскресенье там проходят музыкальные вечера. И вот в ближайшее воскресенье, 2 сентября, состоится необычный концерт. Для вас будет петь Мила Киреевская. Певица исполнит авторские песни-легенды, песни-летописи с философской лирикой в сопровождении гитар. Музыкальный вечер пройдет, повторю, в воскресенье, 2 сентября, в гостевом доме Смирнова. Адрес город Пушкино, улица Красноармейская, дом 7. Цена билета 500 и 200 рублей. И начало в 16 часов. Приходите в клуб городского романса. Музыкальный вечер. На следующей неделе начнется доставка пенсий на дом. И сейчас я хочу вас познакомить с графиком доставки. Доставка начнется 4 сентября. Во вторник это будет специальный день для жителей города Ивантеевки. Далее график следующий. Первый доставочный день это 5 сентября, среда. Второй доставочный день это 6 сентября, четверг. Третий доставочный день это 7 сентября, пятница. Таков график доставки пенсий на дом на ближайшие дни. В студии Сергей Богатнов у нас в программе очередной выпуск новостей. Вот его темы. С 1 сентября большинство школ Подмосковья перейдут на 5-дневный режим обучения. В поселке Правдинском открыли новую детскую площадку, построенную по губернаторской программе. В галерее Артликор 1 сентября откроется выставка пушкинских художников «Наша азбука». На улице Маяковского в Пушкино неизвестный преступник, вооруженный ломиком, вскрыл и обворовал несколько автомашин. Далее подробности. С начала нового учебного года школы в Подмосковье переходят с 6-дневного на 5-дневный режим обучения. Об этом сообщила министр образования области Марина Захарова. По ее словам, каждый четвертый школьник Подмосковья учился 6 дней в неделю. На почту губернатора и в адрес министерства приходило много обращений от учеников и их родителей о том, что школьники перегружены, не успевают делать уроки, у них мало свободного времени и один выходной день. Также поступали предложения проводить по субботам спортивные мероприятия на базе школ. В марте этого года подмосковным школьникам и их родителям была дана возможность проголосовать за 5-дневный или 6-дневный режим обучения. Более 95% голосовавших сделали выбор в пользу пятидневки. В поселке Правдинском на улице Пушкина возле дома 19 открылась детская игровая площадка, построенная по губернаторской программе «Наше Подмосковье». В торжественном открытии приняли участие представители районной администрации, депутат Мособулдума Ирина Слуцкая, зам руководителя госжилинспекции Московской области, глава поселения местные депутаты и, конечно, взрослые и дети поселка Правдинского. Новая детская площадка выполнена в тематике «Аэропорт». Этот игровой городок сделан по современным стандартам. Все игровые элементы соответствуют требованиям безопасности. Покрытие сделано из травмобезопасных материалов. Всего в этом году в Пушкинском районе появилось 6 новых губернаторских площадок. 1 сентября в картинной галерее «Артликор» откроется выставка под названием «Наша Азбука». Об этом сообщил директор галереи Алексей Иванов. На выставке будут представлены работы трех поколений художников города Пушкина. В течение сентября посетители увидят работы наших земляков, креативных художников Сергея Серегина, Натальи Коненковой и Степана Барнева. Здесь можно будет вспомнить, как пишутся старославянские и древнерусские буквы, узнать, что такое вязь, буквица, заставка. В экспозиции нашлось место и современному граффити, и книжной графике. Выставка «Наша Азбука» в галерее «Артликор» посвящается Сергею Рубцову, замечательному художнику, педагогу, основателю Пушкинской детской художественной школы. Из сводки происшествий. Несколько машин во дворе на улице Маяковского в Пушкино были обворованы неизвестным преступником, вооруженным ломиком. Об этом сообщает издание «Подмосковье сегодня». Злоумышленник испортил машины, чтобы слить бензин или снять аккумулятор. Мужчина настолько искусно работал фомкой, что за короткое время смог вскрыть несколько бензобаков и дверей автомобилей. Добыча преступника – несколько аккумуляторов и десяток литров бензина. Владельцы машин подали заявление в полицию. Правоохранители пытаются найти злоумышленника. Это был выпуск новостей Пушкинского радио. Новости С вами программа Пушкинского радио. В ближайшее воскресенье, 2 сентября, в Центре детского творчества города Пушкино состоится день открытых дверей. С 11 до 13 часов можно будет встретиться с руководителями кружков, секций, объединений и записать своих детей в различные коллективы. Пушкинский центр детского творчества работает уже 70 лет и все это время его преподаватели учат ребят танцевать, петь, играть на музыкальных инструментах, читать стихи, рисовать, шить, лепить из глины и многому другому. Тему продолжит заместитель директора ЦДТ города Пушкино Ирина Иванова. Здравствуйте. Очень хотелось бы сначала поздравить всех с начала нового учебного года. И уже пришло самое время задуматься, чем занять наших детей в свободное от основных занятий время. Ну, Центр детского творчества, как всегда, я считаю, на высоте. Мы начинаем свой 71-й учебный год, и мы можем предложить нашим ребятам разностороннее совершенно развитие по пяти направленностям в 60 объединениях. Это начиная с музыкальной школы. Потом мы можем предложить три танцевальных коллектива, это и бальные танцы, и хореографические, и народные танцы. Это наши коллективы очень известны уже в городе, и они выступают на всех площадках, и не только в городе, но уже и за пределами России. И потом мы можем предложить огромнейший спектр декоративно-прикладного и изобразительного творчества. Наша студия рисунка и живописи, которая выступает как предпрофильное образование, она уже выпустила 12-й выпуск, и вот многие эти выпускники дальше уже пошли работать по профилю, стали дизайнерами и художниками, и посвятили свою жизнь такому красивому искусству. Если говорить про театры, у нас их тоже три, это фольклорный театр, музыкальный театр и академический и драматический театр, который у нас работает, и литературная студия. Тут тоже такой размах, такое широкое можно получить всестороннее развитие ребенка, просто начиная музыкальный театр, там и опера, и опереты, и танцы. И поэтому, когда ребята участвуют в спектаклях, показывают нам свои спектакли, это однозначно останется в их жизни на всю, на всю оставшуюся жизнь. Они будут вспоминать оперетту, и когда где-то прозвучит по радио какой-то элемент музыкальный, они, конечно, скажут, да, мы это тоже исполняли, когда занимались в Центре детского творчества. Фольклорный театр. Фольклорный театр имеет еще и предподгодовительная группа, которая начинается вместе с родителями, семейный клуб, когда дети приходят чуть ли не от грудничкового возраста, мама их с собой приводит, и вместе с ними и играют, и занимаются, делают что-то руками, и кукольный театр показывают, и пальчиковые спектакли. Поэтому это тоже очень важно, во-первых, совместное общение родителей с детьми в такой обстановке, в большом коллективе. Ну и они выходят на сцену даже со своими постановками. Возвращаясь дальше, наш, ну, наш театральный студия «Маленький принц», это тоже уже известно в городе, это театральные декады, которые проходят каждое лето. Много зрителей, репертуар очень серьезный, и мы гордимся нашим театром, который имеет заслуженные награды, тоже во многих уже городах наши дети выступали. Ирина Леонидовна, все школьники занимаются в кружках и объединениях, секциях Центра детского творчества бесплатно, это так? Да, это так, это совершенно верно. Показываем свои услуги школьникам бесплатно. Ирина Леонидовна, ну, у вас же занимаются еще и дошкольники, они платно занимаются в каких кружках? Дошкольники, у нас дошкольники идут с трех лет, это может быть современный танец, это хореография, это бальный танец, народный танец, танцуй малыш, совсем малыши, театр маленького актера Чаполина, изобразительное искусство тоже есть платно, логопед, психолог, так что здесь тоже спектр, вы видите, большой. А бесплатно у дошкольников уже второй год существует группы такие, как английский язык, занимательная природоведение, Галилео, школа экспериментов, Наш мир и Умка. Так что даже для дошкольников у нас есть такой бесплатный сегмент, как мы очень тоже этим гордимся. Теперь главное успеть вовремя записаться на все эти занятия. Да, вот это самое сложное, потому что с апреля месяца на все занятия в системе доп. образования по Московской области идет электронная запись через портал госуслуги. И вот у нас уже с апреля месяца запись очень такая активная. Все лето у нас каждую среду мы принимали здесь родителей и детей, сидел дежурный. Так что у нас уже во многих объединениях запись даже закончена. Но знаете что, все равно хотелось бы всех пригласить на день открытых дверей. Объясню почему. Потому что когда через госуслуги, например, какая-то мама могла записать ребенка сразу в 8 объединений, это понятно, что в 8 объединений ребенка ходить не будет, и пока он занимает чье-то место. И поэтому у нас даже на этом сайте существует такой раздел в ожидании места, вот который дети стоят уже записаны в ожидании места при наличии всех документов. Да, сразу же скажу, что при записи нужны подлинные свидетельства рождения ребенка, справку с места регистрации или просто место жительства и обязательно подлинник паспорта родителей. Вот все эти документы, которые мы сканируем, и они входят в электронную базу. Есть, говорю, два метода через госуслуги, это которые продвинутые родители могут занести ребенка. И, конечно, наши специалисты будут вот день открытых дверей, и в последующем мы будем записывать детей сами. Мы сканируем их, также отправляем в эту базу, у нас есть и пароли, и доступы, и все это мы делаем тоже так же. Но это если останутся места. Ну да, конечно, если останутся места. Вот сразу могу сказать, очень сложно в студию изобразительного искусства, палитра. Вот наши художники так востребованы, у нас такие профессиональные педагоги, что слава о них идет уже давно, и поэтому здесь запись у нас. Она и в день открытых дверей уже с 7 часов утра люди уже стоят, чтобы записаться. Ирина Леонидовна, у нас достаточно в Пушкино и Пушкинском районе много многодетных семей, у которых 3 более детей. Для них есть какие-то льготы? Может быть, в оплате, в приеме таких детей, ведь их нужно обязательно тоже развивать? Нет, льгот в оплате нет, в приеме принимаем, и у нас есть, да, занимаются дети с ограниченными возможностями, у нас тут ограничений нет. Повторите, пожалуйста, когда будет день открытых дверей в вашем центре? День открытых дверей у нас состоится 2 сентября, в это воскресенье, с 11 до 13 часов, когда приходить нужно, имея при наличии все перечисленные документы, которые я вам говорил. Тогда можно будет пообщаться со всеми педагогами. Может быть, вы, прочитав на нашем сайте какое-то объединение, оно вам понравилось, она, по факту, вы еще в другое запишите ребенка. Это такая возможность уникальная, когда увидеть педагога своими глазами и выбрать то, что надо по душе ребенку и вам. Скажите, пожалуйста, а какие-то новые кружки и секции в этом году у вас открылись? Ну, у нас и так разносторонне все охвачено, что что-то новое мы считаем уже. Мы бы хотели открыть шахматы, но вот пока мы над этим вопросом работаем, это спрашивают часто, есть ли у вас шахматы, наверное, это действительно сейчас нужно. Пока еще вопрос открытый, но у нас еще неделя, надеемся, что мы что-нибудь принимаем. А обучение компьютерной грамотности, как это было раньше, есть у вас? Нет, оно потерял свою актуальность, компьютерная грамота. Сейчас у нас есть начальное техническое моделирование, которое не менее важно, чем компьютерная грамота. У нас, я говорю, очень много кружков, которые работают руками, и поющие, и танцующие, и развлекающие, так что, ну, гармоничные личности – это вот то, что мы вырастим. Хотелось бы узнать о спортивных секциях вашего центра. Спортивная секта нашей базы работает секция биатлона и общая физическая подготовка, которая тоже очень нравится и ребятам, и родителям, и нам. С какого возраста туда принимают? Туда принимают в 10 лет, но это все на усмотрение тренера уже, это надо все равно индивидуально подходить и разговаривать с тренером и с ребенком. Ну, многих родителей интересует, вот в каком возрасте лучше всего приводить детей к вам, школьников, я имею в виду. Ведь в начале, с первого класса у них и так большая нагрузка, а можно приводить, например, с 11-12 лет? Конечно, можно. Или это уже поздновато? Ну, вот, например, как хореографический ансамбль, вот фантазеры наши известные, она принимает, педагог принимает детей, у нее подготовительная группа дошкольники, потом, которые они переходят уже в основной состав, уже подготовленные. И вот в это объединение, конечно, просто так не попадут, вот достиг 10-летнего возраста, конечно, ребенок не попадет. Ну, для этого есть бальные танцы и коллектив народного танца. Ирина Леонидовна, а сколько педагогов у вас работает? У нас работает порядка 70 педагогов, ну, и детей у нас занимается около 2000 в течение года, так что у нас насыщенный учебный год всегда и насыщенный. Нам маловато территории, конечно, маловато нам кабинетов, но вот в этом году у нас, кстати, да, надо обязательно сказать, что у нас в этом году мы поменяли полностью отопительную систему. Это вот благодаря депутатам города Пушкина общей помощью сделали такое большое дело. Спасибо всем. А были какие-то проблемы? Ну, проблем не было, но так как мы уже, извините, 70 лет работаем, и здание старое, и отопительная система уже такая старая, батарея, хотелось бы уже новое, современное. Поэтому мы все это сделали. Вас можно поздравить, теперь у вас надежная система теплоснабжения, и вы уверены в том, что никакая труба не лопнет? Да, да, это да. Ирина Леонидовна, к вам приходят заниматься дети не только из Пушкина, но и из всего Пушкинского района ведь приезжают. Да. А вы это замечаете, что даже из далеких населенных пунктов? Да, из Софрина у нас дети занимаются. Ну, в общем, что касаемо Ярославской дороги, это Софрина, Правда, Зеленоградский, и в эту сторону Тарасовка, Челюскинская, да, дети у нас есть с этих поселений. То есть их не останавливают? Нет, не останавливают. У нас очень удобное местоположение, и железнодорожные станции рядом, и автостанции рядом, поэтому... Ну, а потом, наверное, все-таки вот тот наработанный опыт педагогический, и вот та слава, уже не одно поколение детей выросли в нашем центре детского творчества. И вот, наверное, все-таки передается, уже и мамы ходили, и детей приводят, и это очень... Сегодня цель нашей беседы – пригласить всех на День открытых дверей. Обычно это очень шумный, волнительный день, когда происходят встречи педагогов, детей, родителей, намечаются цели, задачи на будущее. Пожелание на новый учебный год. Что бы вы хотели пожелать вашему центру? Кроме того, что все мы, конечно, ждем новое здание. Вот какой бы вы настрой дали на это новое время, которое наступает, 9 месяцев учебного года? Ну, настрой, конечно, для всех педагогов, чтобы с настроением, в принципе, как у нас все и работает, с настроением приходили на работу. У нас всегда очень уютно и очень тепло. Это благодаря и педагогам, и всему обслуживающему персоналу. Детям, наверное, те же самые пожелания. Если что-то, с чем-то увлекаешься и занимаешься с удовольствием, это идет всегда на пользу и помогает в жизни и дальше. У нас же, говорю, у нас такой большой спектр наших и выступаем, и выезжаем, и на сцене мы очень... Вот я уже замечала несколько раз, вот если смотреть на детей, которые часто выходят на сцену, они совсем другие. Они более раскрепощенные, они более уверенные. Понимаете, вот, казалось бы, такая маленькая сцена у нас. Но, учитывая, что в течение года почти каждый ребенок бывает на сцене один раз, вот это тот самый плюс, который в жизни очень пригодится. Еще, наверное, главное, те праздники, встречи с ветеранами, праздники для ветеранов, которые вы уже по традиции много лет проводите, можно сказать, до слез доводите их такими проникновенными постановками. Тем не менее, все это очень надо. И ветеранам, и детям вот такие встречи, они запоминаются эмоционально, их будоражат и, конечно, вот заставляют задуматься о жизни. Да, конечно, воспитательный момент на равных идет с образовательным моментом, поэтому даже не знаю, что лучше воспитать, научить просто чему-то, но при этом будет черстый человек, или воспитать душевного, уравновешенного, хорошего человека, ну, подумаешь, не сможет там что-то правильно нарисовать. Так что все тут, все связано у нас в Центре детского творчества, все встречи, говорю, все наши выставки, все конкурсы, все выезды, даже выезжая на концерты, когда коллектив выезжает вместе с родителями, это на целый день, это вот в каком-то эмоциональном подъеме, и такой стрессовым, стрессовая ситуация. Все-таки едут долго, выступления ожидают, а когда уж победа, это непередаваемые чувства, которые испытывают родители и дети. Ну что ж, завершая наш разговор, хочется понадеяться, что все, кто захочет у вас заниматься, найдут свое местечко в ваших кабинетах, не останутся обиженными на то, что им не хватило где-то в каком-то кружке места. Да, вот этого хотелось бы пожелать, чтобы все дети нашли своего педагога, свой коллектив, получали на самом деле удовольствие от встреч с вами. Да, согласна, вот здесь было ключевое слово, все, кто захотел бы, научатся, и найдется местечко, и все получится. Всем удачи, всем самого хорошего, и настроения, действительно настроения из солнечных дней. Уважаемые слушатели, напомню, Центр детского творчества города Пушкина находится по адресу. Город Пушкина, улица Тургенева, дом 3. Радио Пушкина. Всегда с вами. С вами по-прежнему Пушкинское радио. Нашу программу продолжит благочинный церквей Пушкинского округа Иоанн Монаршик. Он расскажет о православных праздниках ближайших дней. Дорогие братья и сестры, 1 сентября наша Святая Церковь чтит память, Донской иконы Божьей Матери. Это один из чудотворных образов на нашей с вами русской земле. Первый образ в нынешнее время находится в Третьяковской галерее, но раньше, до революции, эта икона находилась в Донском монастыре города Москвы. Эта икона написана известным нашим русским иконописцем Феофаном Греком. В день Куликовской битвы икона находилась среди русского войска, поэтому стала именоваться Донской иконой Божьей Матери. 8 сентября наша Святая Церковь чтит память, Сретение Владимирской иконы Божьей Матери. Нам известно, что на протяжении года мы трижды празднуем праздник Владимирской иконы Божьей Матери. По преданию, икона Владимирской Божьей Матери была написана святым апостолом и евангелистом Лукой за доской, на которой трапезничали Господь Иисус Христос, Пресвятая Богородица Иосифа Бручник. Когда Лука написал икону, то Матерь Божия в виде ее сказала, что благодать моей силы да пребывает с ней. Эта икона сначала находилась в Константинополе, затем была перенесена в Выжгород. Андрей Боголюбский, князь, перенес эту икону в Суздальскую землю, в город Владимир. Но в 1395 году эта икона была перенесена в город Москву. Но она стала именоваться Владимирской иконой Божьей Матери. А нам известно, что в 1395 году Тамерлан пытался захватить Москву. Он пытался захватить сердце нашей страны, Кремль. И вот с благословения митрополита икона была перенесена в город Москву. На Кучковом поле в Москве состоялась встреча Владимирской иконы Божьей Матери, Сретенье. И вот на том месте, где произошла встреча, был основан в дальнейшем Сретенский монастырь, который до сих пор в Москве существует. Очень известный монастырь. И как известно нам, что наши предки совершали усердную молитву перед Владимирской иконой Божьей Матери. И сообщается, что явилась Тамерлану некая жена и повелела ему оставить пределы Святой Руси. Тамерлан в замешательстве был, вместе с своим войском ушел от нашей первопрестольной столицы. В этот же день мы вспоминаем память святых мучеников Адриана и Натальи. 11 сентября Святая Церковь совершает день строгого поста, потому что в этот день мы вспоминаем страшные события, усекновения главы пророка, претечи и крестителя Господня Иоанна. Нам известно из Священного Писания и Святаго Евангелия, что Иоанн Креститель был заключен под стражу Иродом. Потому что Иоанн Креститель обличал Ирода за то, что Ирод оставил свою законную жену и взял себе в сожительство жену своего родного брата Филиппа, Иродиаду. И вот Иоанн Креститель обличал Ирода. За это Ирод поместил в темницу Иоанна Крестителя. Но Ирод очень часто приходил к нему и он уважал его как пророка. И вот был праздник у Ирода, он праздновал день рождения. Иродиада вместе со своей дочерью плясали на праздники. И так понравилось это Ироду, что Ирод поклялся Соломии, дочери Иродиаде, сказал, что я тебе дам даже до полцарства, чего бы ты у меня не попросила. Она пошла к матери, а мать ей сказала, проси главу Иоанна Крестителя. Она подошла к Ироду. Ироду сначала было жалко, но так как он дал клятву, он послал воина, и воины отсекли главу Иоанна Крестителя. И принесли на блюде Иродиаде, а Иродиада дала ее Ироду. Ну и как говорит предание, что в этот момент открылись уста Иоанна Крестителя, и он сказал, что Ирод нельзя иметь тебе жену твоего родного брата Филиппа. Стал обличать. Вот такое страшное событие, смерть, усекновение главы мы с вами празднуем. И Святая Церковь в этот день всех нас призывает совершить пост в честь этого страшного события, в честь убийства великого пророка, о котором Господь сказал, что нету больше на земле человека, рожденного, чем Иоанн Креститель. 12 сентября наша Святая Церковь чтит память благоверных князей Александра Невского и Даниила Московского. 19 сентября мы вспоминаем празднование чуда Архистратига Божия Михаила в Хонях. Нам известно, что в IV веке в Афридии неподалеку от города Иераполя находился храм честь Архистратига Михаила. И рядом с храмом находился источник, куда приходило множество людей и христиан, и язычников за водой. При этом храме жил некий человек, панамарь по имени Архип, который многих людей обращал в христианство. И вот язычники ненавидели Архипа, ненавидели этот храм, потому что многие обращались в веру Христову. И решили направить русло двух рек, соединить их и направить прямо на храм, чтобы храм уничтожить. И вот как только они это начали делать, как только направили эти две горных реки на храм, то Архистратиг Божий Михаил явился и ударив мечом об скалы, сделал такую расселину, отверстие, куда пошла вода, и спас таким образом храм Божий. Вот такое великое чудо произошло в IV веке. И с помощью Архистратига Михаила храм был сохранен и спасен. В нашей программе принимал участие благочинный церквей Пушкинского округа Иоанн Монаршик. На сегодня у нас все. Программу Пушкинского радио для вас готовили Людмила Гроздова и Сергей Богатнов. Всего доброго, до следующих встреч.